Зона обслуживания первого инспекторского отделения ГИМС 142 километра по Оке, от границы с Рязанской областью до населенного пункта Быкасова. В одиночестве инспектор никогда не выйдет на патрулирование, только в паре или троге. И несмотря на то, что рабочий день редко завершается позднее восьми вечера, инспекторы меняют свой график. Такой режим работы для инспекторов ГИМС не очень привычный, в отличие от сотрудников речной полиции. Однако после Волгоградской трагедии количество рейдов в темное время суток возрастет. Напомню, в Волгоградской области из-за столкновения катамарана с баржей погибли 11 человек. Происшествие произошло именно в темное время суток. Известно, что судно не было зарегистрировано и не было оборудовано бортовыми огнями. Это первое, на что ночью обращают внимание инспекторы. Судно на водной глади разглядеть невозможно, если только при помощи тепловизора, который есть на вооружении в речной полиции. И потому бортовые огни обязательны. У рыбака из ВКСа таковых не оказалось. Признался, что порыбачить ночью решился впервые и поэтому не подготовился. Инспектор выписывает штраф в 300 рублей и напоминает правила оборудования судов. На маломерных судах в ночное время, оборудованных соответствующим образом, должны быть топовый огонь и левосторонние, правосторонние, соответственно, зеленые и красные бортовые огни. Суда, которые не оборудованы бортовыми огнями, они не должны плавать, не имеют права плавать по внутренним водным путям Российской Федерации. Если судно стоит, должен светить один топовый белый фонарь. Если пришвартовано к берегу, как, например, эта лодка, то бортовые огни не нужны. Речные полицейские параллельно обследуют и берега Оке. В теплые ночи здесь нередко можно встретить нетрезвых отдыхающих. В этой кампании, отмечающей день рождения, алкоголя не было. Ребята просто решили выйти на природу. Но и в дневное время речные полицейские и инспектор ГИМС встречают не меньше нарушителей. Патрулирование проводится у нас часто. В выходные это обязательно патрулируем. Выезжают два экипажа в субботу и воскресенье. Также патрулирование происходит в течение недели. После схода льда на Оке инспекторы первого отделения провели уже 120 патрулирований на воде. В ходе этого ночного рейда сотрудники ГИМС по Оке объехали такие населенные пункты, как Панфилово, Шиморска, Елена, Дощатая и Ляхи Меленковского района.